Вот в этом здании находится много-много компаний, производителей телефонов, флешек, всего остального. То есть здесь именно офисы, а производят где-нибудь здесь под городом. Например, есть такая компания Юми, они раньше здесь сидели. Дуги здесь, кто еще? Ну, короче, половина телефонных производителей здесь. Сейчас они просто подъезжаются по другим хай-тек центрам. Там дешевле. Это черная дыра, я называю это место. Вон туда, смотри, так встанавливается. Вот здесь 10 этажей электроники, и все, вот туда еще несколько километров электроника, и туда несколько километров. Всем привет, с нами сегодня Олега. Олега поехал покупать телефон себе, а Денис нас водит и позвал нас в гости в Шэньчжэнь к себе. Ну как вожу, я им просто показал, куда прийти, а дальше пускай сами ищут, потому что я тут не ориентируюсь. Ориентируюсь. Нормально, нас, короче, Денис сводит, рассказывает. Жарко, жарко, мне сказали, что здесь осень будет, я одел. Я собой взял джинсы темные, я собой взял кубик. Я просто поэтому думал, что здесь осень полный хода, ну как у нас это сентябрь, октябрь. А здесь, на самом деле, почему-то я пришел июль, здесь плюс 25, плюс 30, нормально. Не ной. Нам куда? Ну, вот, давайте. Заходим. Давайте с Куаве начнем. Может, Куаве-чик? Надик тебе айфон. Не-не-не, давай заходим, где айфончики. Тут везде и ходят. Все, погнали. Попробуем, ребята, поснимать, короче, там на рынке снимать нельзя, потому что в основном этот бизнес нелегальный, да, у них? Вот, соответственно. Может быть. Поэтому могут снимать не разрешить, мы будем потихонечку снимать. Офигенно сделали оболочку, я вот с первого взгляда даже не могу определить, это Android или реально iOS. Ну, ты знаешь, если взять оригинал и посмотреть на экран, экран выдает, экран выдает себя сразу же. Вместо Safari и UCWeb стоит, вместо карт, которые Apple делает, здесь стоит Baidu, только английский, китайский, русского, понятное, нет. Ну, хорошая копия. Хорошая она. Что-то прикольно, я не ожидал, что они кнопку сделают такую же. Сколько это стоит? 700 чем тогда? 900. Кстати, так хорошо сделаю оболочку. Я еле-еле нашел намеки на то, что это все-таки Android, а не iOS. Молодцы, я просто поражен. Надо будет, наверное, купить как-нибудь подделочку, да? Да, и сделать обзор на нее. И сравнить с оригиналом. Точно-таки взять оригинал, денег на оригинал у меня, увы-увы, только наркотик. Прошел второй час. Короче, мы пытаемся найти бэушные телефоны, и я просто не помню, где это находится. Как выяснилось, это в другом месте, да? Это находится не на рынке электроники, а через дорогу от рынка электроники. Ну, в принципе, там тоже рынок электроники, но там... Трущобы. Да, трущобы. Это не то, что вот я привык смотреть там красивые здания с более дорогой продукцией, а это трущобы, там, короче. В Shannon Road переходим, и... Трущобы. Да, нам нужно, потому что бэушный телефон. Сколько можно было купить, ты говорил, нет? Нет, не говорил. В общем, мы нашли iPhone 6s, 128 гигабайт, 3 488 юаней. В магазине? В магазине, в официальном, то есть он новый. Денис выбирает себе телефон на обзор. Тимобайл. Это же... Подожди, это слайдер должен быть. О, нифига себе. Вообще раритет. Олег, а может возьмешь такой вот? Сколько стоит? Сколько стоит? Узнаете? 15 юаней? 15, да. Что, серьезно? 100 рублей, да. Я его возьму. Что, реально берешь? Зачем? На обзор. Грэзи мэн, да. Ребята, я взял себе телефон. У меня ни разу не было слайдера. Тем более в бок сдвигающегося. Обзор на канале газа. Третний фонболь. Ребят, мы на рынке бэушных телефонов. Если кто не видел видео про покупку бэушных телефонов на данном рынке, я оставлю ссылку в описании и название рынка. Здесь можно купить очень недорого телефон. 128 гигабайт стоит 2 800 максималка получается при последней версии. Но экран с ранее из подделка очень выгодно, отличается. То есть сразу чувствуется, что это действительно EOS, а не Android. То есть точек больше, да, сразу видно, да? То есть пиксели прям вообще жирные. Вот ты Денис, вообще, я так понимаю, первые в этом месте, да? Как тебе? Я по булочке вообще не хожу, но впечатляет. Впечатляет, да, масштабы? Только ты понимаешь, что половина здесь установленных, половина ворованных. Телефон дико нравится, просто вообще. Какой телефон это? Это 7. 7, да? 128, да? 128 гигабайт. Черненький. Цена 4 300 просит. 4 300. Без торга, да? Да. Таргуемся, нет? Слушай, ну мне нравится. В принципе, мы ее запечатлили, если она нас обманула, мы прийдем за ней и будем карать. Поздравляем! Все, поздравляю. Покупка. Спасибо, спасибо. Пойдем, погнали. Коробочку будем брать? Конечно. Да, пойдем в коробочку возьмем. Куплено в App Store, да? Да? Да. Да. В официальном магазине Гуанчжоу или Шэньчжэни, где? Официальный магазин Apple. Миссия выполнена. Смотрите, смотрите, здесь контроль качества и ремонт некачественных iPhone. И после этого ремонта становятся лучше, чем были, когда их с КОНа выпустили. Денис, ну вот здесь можно купить навес, я думаю, да? Да, я думаю, прям вот навеска шуса покупаем. Вон, смотри, он уже в принципе готовый с аккумулятором, со всеми делами. Только здесь материнки не хватает. Это, ой, пятерочка. Пятерочка, да. Вещь нет материнки. А вот, смотри, это 6S, наверное, да? 6S Plus. Ну, плюс, да, большой, который. Представляете, зрители так смотрят. Они в каком-то электронном раю там, а мы тут сидим в ручь на Шэньчжэнь всем ехать. Ну да, сменить аккумулятор, поменять динамик, поменять экран. Вообще копейки стоят в Шэньчжэне, потому что, блин, здесь все это делается. Да вот, смотри, вот, вот оборудование. Помнишь, мы туда шли, я рассказывал? Вот оборудование для того, чтобы их собирать. Да-да-да. Тестировать и все-все-все здесь есть. Можно в обычной подвороте экран поменять за 200 юаней. 200 юаней? На пятерки, на 5С. Мы сами лично меняли. Вон, прессы всякие для того, чтобы их склеивать. Вот прям между ними, вон. Денис рассказывает, как добраться до этого места самостоятельно. Да, приезжайте на Хачанбэй, либо на Инан. И вот к зданию с рожками нужно идти. Господи, я бы и сел. А, кстати, ориентир неплохой, да? А как это ориентир идут у всего города? Потом от этого здания переходишь и вот через дорогу, через... Как он там называется там, блин? Забыл. И попадаешь... Шенон Мидл, да. И попадаешь... И попадаешь в рай бэушных айфонов. Да, если бы ты еще показал, где бэушные Самсунги... По памяти, да. Это вот выходишь, где вот проходишь там, где эти слоты лежали, где мы на земле эти айфоны сняли. Направо поворачиваешь. Направо, да, и как-то так чуть-чуть правее. И вот на второй этаж поднимаешься и Самсунги пошли. Хотя, да, там очень мало Самсунгов, но они есть там. Ну что, моя золото, мы идем или нет? Дайте мне две минуты. Я вот сейчас вот давай на две минуты нажму. А подожди, ты, кстати, восторг, восторг, вот тишина, спокойствие. Тишина, спокойствие. Ну, я уже говорил, я в полном восторге. Короче, грубо говоря, в пересчете на русские рубли он опошелся мне в 38700 рублей. Только что сейчас нам озвучили цену официального представительства. Стоит 6200. Мы взяли за 4300. 128 гигабайтов. Один в один. Один в один. Семерка. Сколько, сколько? Ну-ка, поторгуйся с ним. Сколько она последняя цена за эту укажет? Сейчас спросим. До шалфян. А что нет? Типа, третий, третий, третий. 450 юаней. Что, есть ли цена или за 430 продаст? Ну, не знаю. Ну, давай, давай, поторгуемся. Давай 430 юаней вообще. Или хочешь 400? Иди, иди, пени. Русский язык есть, камера есть. За 400, да? Берем? За 450, я думаю, берем. Она 400 не даст. А за 400 берем? Да, ну, если ты 400, она не даст 400. Кэй. Я цига. Санга, сэга. Цига. Я цига. Цига. Кэй. А? 430. 420. 440. 440. О, 400. Слушай, ты умеешь торговаться? 2 цвета. Русский есть, получается, да? Я возьму черный. Как он медленно грузится, жуть. Конечно, первая прогрузка. Я потом еще устанавливаю всякие тесты, посмотрю, какой этот процессорчик стоит. 121 гигабайт написано, доступно 113 гигабайт. Ну, если гигабайт 5-8 есть, это хорошо. Ну, и что ты тогда видел? Нет, здесь процессор, они все скрывают. И эта емкость не настоящая. Ну, это же он прям интересный, какой объем у нее все-таки. Я протестирую, скажу. Да. Ждем теста от Дениса. Он интересный, если не работает, все это не вставляли, ладно. Дома посмотрю. Даже если не работает, как эксперимент, то это интересно. 4 тысячи рублей ради того, чтобы проесть копию, именно копию. 400, тут хотел сказать. 4 тысячи рублей. А, прошу прощения, я опять не вовремя. 5 тысячи рублей, числа. Тут и еще, числа, да, прям туда. Смотрите, как быстро ты менял, точь, что сейчас не плохо вам. Не займите меня, пожалуйста, числа тут. Думаю, нет. Блин, есть. Ну, наушников нет. Зарядник есть. Зарядник и это. Наушников нет. А, и даже какие-то бумажки. Ну да, все как в оригинальном. Погоди, а крепка есть? Ты знаешь, если найти, производство, да, можно дешевле 400 юаней найти цену. Их себестоимость юаней 200. Да? Там потому что порядком хуже железо стоит. Конечно, здесь стоит какой-нибудь двухъядерный процессор десятилетней давности. Первый тестовый звонок. Звони маме. Мама, вышли денег. Я потратил все деньги. Алло. Алло, мам, привет. Как меня слышно? Как меня слышно? Алло, алло, слышь, мам, меня? Слышишь? Отлично. Ну, слава богу. Новый телефон себе купил. iPhone 7. Ну, в общем, Славка меня со своим товарищем, тоже блогером, короче, уговорили. В общем, такие вот кружицы, как слон. В общем, все хорошо. Жизнь удалась. Ага. Тyes. Не забひ,